Новости на телеканале Видное ТВ и этот выпуск проведу я, Татьяна Брылова. Здравствуйте! Вначале коротко о темах выпуска. В Ленинском городском округе стартовала акция «Лес Победы». Практически делаем для себя, для того, чтобы выходить после тяжелых тренировок или игр и дышать хорошим кислородом и любоваться этими деревьями. Глава муниципалитета Алексей Спаский побывал на одном из водозаборных узлов городского округа. Эти три котла рассчитаны на 24 дома. Сейчас построены 24 дома, школы и, соответственно, два садика. К Дню Победы сотрудники Дурсервиса обновят все мемориалы. Уже более 60% подготовлено. Губернатор Московской области Андрей Воробьев записал очередное обращение к гражданам Подмосковья. В нем он рассказал о мерах, которые принимаются в регионе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией и о продлении режима самоизоляции. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе на майские праздники. Для обоснования этих выводов Андрей Воробьев привел статистику по количеству заболевших в Московской области за последние 2,5 недели. Несмотря на то, что ситуация несколько стабилизировалась, она остается тревожной. Каждый из нас сегодня следит за своими симптомами. Некоторым, прямо скажем, страшно, когда появляется кашель, не дай бог температура, на которую раньше, казалось бы, обращал мало внимания. И это понятно. Поэтому наша задача сейчас, как можно больше людей диагностировать на КТ. Мы дополнительно запустили 6 центров, в том числе 2 сегодня. Это очень важно. Исследование показывает, угрожает что-то в твоей жизни или нет. Также он озвучил информацию о количестве больничных коек в лечебных учреждениях Подмосковья, подготовленных в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. На 27 апреля и более 9 тысяч рассказал губернатор и о ситуации с работой скорой помощи. В мирное время мы много работали над тем, чтобы выполнять нормативы. 20 минут – экстренный вызов, а не отложка до двух часов. Сейчас, к сожалению, все по-другому. В одном городе может не хватать коек, и тогда скорая везет в другой. Раньше за смену скорая ездила 150 километров, а сейчас за сутки наезжает 600. Плюс увеличились госпитализации. Пациентам принимают 30-40 минут. Это все время. Поэтому часто приходится ждать. Прошу, пожалуйста, отнестись с пониманием каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать. Акция «Лес Победы» традиционно проходит накануне майских праздников и уже полюбилась многими жителями муниципалитета. Однако в этом году их попросили остаться дома в связи с угрозой COVID-19. Но, тем не менее, мероприятие состоялось. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Ежегодная эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проводится в Московской области с 2013 года. Ее цель – восстановление лесного фонда Подмосковья. В этом году акция «Лес Победы» проходит в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому во время мероприятия соблюдаются все меры безопасности. На этот раз жители не принимают участия. Основная работа легла на плечи городских служб. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и соблюдают социальную дистанцию. Также сократилось количество запланированных мест высадки новых деревьев. Одним из них стала площадка в начале Садовой улицы. Вот здесь в районе 40 саженцев яблони высаживается и 38 саженцев ивы. На имблудер-сервис выпала основная часть работы в связи с тем, что объявлены карантинные меры, то есть меры, которые предусматривают самоизоляцию жителей. Несмотря на урезанный формат мероприятия, в этом году оно проходит в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы выбрали самые основные площадки из заявленных ранее. Посадочный материал был приобретен своевременно, поэтому мы к акции были готовы в любом случае. К экологической акции присоединились и мотоболисты команды «Металлург». Тем более их родной стадион находится в нескольких минутах ходьбы от этой площадки. Наша спортивная база, вот она рядом. Практически делаем для себя, для того, чтобы выходить после тяжелых тренировок или игр, дышать хорошим кислородом и любоваться этими деревьями. В этот же день в другой части города, на заводской улице, высадили 200 кустов кизильника. Это неприхотливое растение позволит в будущем оформить вдоль дороги живую изгородь. Всего в рамках акции «Лес Победы» на территории муниципалитета озеленили 19 площадок. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе планируется сократить сроки отключения горячей воды. Об этом заявил глава муниципалитета Алексей Спаский в ходе посещения объектов вода и теплоснабжения микрорайона «Пригород Лесное». Подробности в нашем сюжете. В период действия режима самоизоляции вопросы водоснабжения находятся в особом приоритете. В ходе рабочей поездки глава Ленинского городского округа Алексей Спаский посетил водозаборный узел микрорайона «Пригород Лесное». Несмотря на то, что воды люди стали потреблять больше, сотрудники узла уверены, запаса мощности хватит, чтобы покрыть все потребности жителей. Кубометров на 500-600 разбор увеличится. Ясно. Вы исправляетесь? Безусловно. У нас есть резервы. Мы справляемся. Так что без воды люди не останутся. Еще одним и главным пунктом визита Алексея Спаского в поселение Молоковское стало посещение котельной, также обеспечивающей потребности жителей микрорайона «Пригород Лесное». Эти вот три котла рассчитаны на 24 дома. То есть сейчас построены 24 дома, школы, соответственно, два садика. Визит главы городского округа на данный объект инфраструктуры не случайен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил максимально уменьшить срок отключения горячей воды в регионе до 10-14 дней. Почему именно 14 дней? Потому что это в настоящий момент практика показывает, что это минимальное количество дней, которые необходимы для подготовки именно большого объема тепловых сетей. Тем не менее, после консультации со специалистами Винновского производственно-технического объединения городского хозяйства, Алексей Спаский уверен, что для большинства жителей Ленинского городского округа уменьшение сроков отключения горячей воды произойдет уже в ближайшее время. Мы оценим свою готовность к этому процессу, где-то процентов 80-80% объектов сможем это выполнить. При этом надо говорить, что полностью уйти от этого, конечно, никогда не удастся, потому что четко понимаем, что помимо регламентных работ на котельных, что тоже требует времени, необходимо менять сети. Сети – это большая беда, сети многие лежатыши советского времени, и изношенность составляет далеко за 60%. В Ленинском городском округе плановое отключение горячей воды и профилактические работы проводятся с мая по август. В Ленинском городском округе проводятся работы по обновлению мемориалов Великой Победы – помыть, покрасить, подремонтировать. Сотрудники Дорсервиса постепенно наводят порядок у каждого памятного места. За их работой наблюдала наша съемочная группа. В преддверии праздника Великой Победы на территории Ленинского городского округа 40 памятников, посвященных Великой Отечественной войне, приводятся в порядок. Сотрудники Дорсервиса моют мемориалы водой под высоким давлением, а также очищают территорию вокруг них и готовят почву к посадке цветов. Всего в Видном в уборке памятных мест задействовано 4 единицы техники. В остальных поселениях городского округа – по одной. Уже более 60% подготовлено, но к празднику 9 мая будут все готовы. Тем временем на Лея Славы происходит высадка цветов, приуроченная к празднику Великой Победы. Совсем недавно здесь был открыт новый арт-объект, посвященный подвигу советского народа. В этом году клумбы вокруг лестницы, ведущей к вечному огню, украшены в особом стиле. Красная звезда – символ Красной Армии, высажена фиалками витрока на каждой из них. Всего на 8 клумб потребовалось около 7 тысяч саженцев разных цветов. Практически вся она либо с цветочками уже, либо с бутонами. Так что рассада у нас очень хорошего качества, поэтому будет радовать жителей города. Сейчас 18 памятников в Ленинском городском округе находятся на реставрации. Работа по подготовке памятных мест ко Дню Победы идет полным ходом. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рубрике «Вместе дома» наши телезрители показывают и рассказывают о своих увлечениях и интересных делах в период самоизоляции, присылая свое видео к нам на почту. Среди последних адресатов оказалось несколько наших коллег – сотрудников Видновской дирекции киносети. И поэтому нынешний выпуск рубрики мы посвящаем им. А начну я в этот раз со своих собственных детей. Их у меня трое в условиях самоизоляции. Признаюсь честно, непросто бывает организовать их день. Но увидев один из выпусков рубрики «Вместе дома» мои чады увлеклись. Ну не марш. В семье Новиковых тоже очень любят здоровый образ жизни. Младший Матвей занимается в секции футбола. Самоизоляция – не повод прерывать тренировки. А вместе со старшим братом Платоном они стоят на руках. А их папа в это время заставляет стоять на задних лапах домашнего любимца – бульдожку Коди. Вообще родители у мальчишек отчаянные люди. Не каждый со спокойным сердцем разрешит своим детям рисовать на обоях. А эти разрешили. В семье Поповых, как и положено, мужчина, пока будущий, занимается хозяйством. А представительница прекрасной половины создает всем хорошее настроение. Ромашка, ромашка, чудесный лепесток, фалосок кудряшка. Забыла. Теперь отправимся еще в одну семью. Там намечено торжество. У нашей коллеги Елизаветы Качалиной день рождения. Посмотрите, с какой любовью ее самые близкие готовятся поздравить свою маму. Мы хотим ей пожелать здоровья, счастья. Ну, счастье – это мы уже стоим. И всего-всего, чего она хочет уже. С днем рождения, мама! С днем рождения тебя! Поздравляем, любим! С днем рождения, мама! С юбилеем тебя! Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем, чтобы рядом всегда были любящие люди. Ну, а на этом все. Но если вы хотите рассказать о своих интересных делах, присылайте видео к нам на почту видное-тв-собакамail.ru И не забудьте указать телефон для связи. Вместе дома мы сможем многое. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. И на этом у нас все новости. Оставайтесь дома. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»